Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня в гостях у нас Виталий Микрюков, кандидат медицинских наук, врач-хирург, дерматолог, косметолог, специалист по лазерному удалению. Первый вопрос у нас это можно ли работать лазером, не пройдя обучение. Этот вопрос очень актуален для всех вообще мастеров, которые работают в этой отрасли. Очень много приходят клиентов, у которых некачественный перманентный макияж, и каждый мастер так или иначе когда-то где-то заглубляется или делает то, что не нравится клиенту. Естественно вопрос, хочу удалить, надо ли учиться или можно купить аппарат, и что там, кнопку нажал, отщелкал. Взял и пощелкал, как говорят, и отщелкал. Я в такой ситуации могу сказать, если вас не интересует конечный результат, то в принципе можно что угодно делать, то есть не учиться. На самом деле зачастую обучение сводится, при покупке, например, аппарата дают обучение, да, и мне тоже рассказывают, а я вот там не заказываю. Диск лазерный обучение. Да, 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 то есть там они учат включить в розетку, там, нажать две кнопки, и в принципе все, да. Либо можно поучиться просто по роликам в YouTube, где тоже, в общем-то, сомнительного, скажем так, мастерства и специалисты показывают, как удалять. Ну, большинство роликов таких я просматривал и видел. Ну, в общем, лучше, честно говоря, не следовать. Поэтому для того, чтобы работать безопасно и эффективно, все-таки стоит разобраться в природе, в общем-то, в процессе всего происходящего. Потому что, на самом деле, довольно сложные технологии используются, в общем-то. Такой вопрос сразу. Стоит ли дистанционно учиться? Потому что, на самом деле, когда я мониторила, где у кого поучиться, я не нашла толком. То есть ехать в медицинский институт и учиться в удалении перманентного макияжа, там даже такой мне скажут, что иди отсюда, дорогая. А вот дистанционно можно онлайн-обучение какое-то пройти, допустим? Вполне можно, потому что здесь важно понимать именно принципы работы, да. Конечно, практики будет не хватать, но в целом, если хорошая демонстрация, то есть хорошая методическая еще поддержка есть, в общем-то, да, там, где вам, допустим, предложат посмотреть отснятые какие-то ролики с методикой удаления отдельных зон, отдельных ситуаций, когда конкретных случаях, то, в принципе, можно обучиться дистанционно. Потому что, ну, как бы, меня учатся, я смотрю на результаты учеников, мы их поддерживаем, корректируем в процессе еще, в общем-то, да, то есть лучше, конечно, очно, но если нет такой возможности, то вполне нормально. Это лучше дистанционно, чем вообще никак. Это будет цикл коротких видеороликов. Смотрите наши следующие ролики, которые будут выпускаться каждую неделю, ответим на все ваши вопросы. С нами был Виталий Крюков. Всем пока!